В этом доме на Гражданском проспекте проживал Акбар Джон Джалилов. В ночь со вторника на среду в его съемной квартире прошли обыски. Соседи подозреваемого удивлены. Они жили под одной крышей с человеком, которого сегодня называют террористом-смертником. При этом ничем особенным Джалилов соседям не запомнился. Молодой человек вел тихий, можно даже сказать, аскетичный образ жизни. Обстановки там никакой нет в квартире. Стоял там на кухне стол кухонный и катабуретка. Все, больше ничего. Акбар Джон Джалилов родился в киргизском городе Ош 1 апреля 1995 года. Там же, в Оше, получил среднее образование и еще в школе освоил профессию жестянщика. В 2011 году будущий террорист получает гражданство России и тут же перебирается в Петербург, к отцу. Он движет от скудного быта небольшого города в Киргизии за светлым будущим в крупный мегаполис. О Джалилове известно немного. В 2013 работал поваром в одном из сетевых суши-баров в Красногвардейском районе. До этого автослесарем. Это ролик спортивного зала «Правый берег» в Красногвардейском районе Петербурга. Не исключено, что после просмотра именно этого рекламного ролика Акбар Джалилов и решил заняться спортом. Юноша регулярно посещал этот зал, занимался смешанными единоборствами и пристально следил за здоровьем. Еще один аргумент в пользу версии о том, что он не мог быть смертником. На страницах в соцсетях Джалилов выкладывал вполне типичные для его возраста и круга общения фотографии. Красивые девушки, автомобили, встречи с друзьями. Круг интересов, бои без правил и спорт. Среди подписок в основном юмор и паблики исламского толка. Но, как отметили многие эксперты, страниц с радикальным исламским содержанием здесь нет. На фотографиях Акбар выглядит вполне спокойным и беззаботным. Тем не менее, судить о последних годах жизни Джалилова по этим фотографиям не стоит. Его страницы в соцсетях давно заброшены. По некоторым данным, Акбар Джалилов посетил родину за месяц до трагедии. Оттуда он вернулся другим человеком, замкнутым и неразговорчивым. Мать предполагаемого террориста до сих пор не верит в виновность сына. По требованию следователей, женщина прилетела в Петербург ночным рейсом в среду. Уставшую и измученную, с отрешенным лицом ее быстро проводят через вестибюль в служебное помещение. Акбар Джалилов был обычным, неприметным юношей из провинциального киргизского города. Он ничем не отличался от сотен тысяч тех, кто приезжал в Петербург в поисках лучшей жизни. Но что заставило его стать террористом-смертником? Главный вопрос, на который необходимо ответить, чтобы подобные трагедии не повторялись вновь. Николай Растворцев, Пульс города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!